Девушки отдыхают На COVID-19 один из 30 инфицированных пациентов продолжает пребывать в критическом состоянии. В стране ввели режим ЧП, продлится чрезвычайное положение два месяца. Оппозиция уже выразила опасения, какие узнаем в выпуске. В борьбу с коронавирусом вступают волонтеры. Десятки добровольцев решили помочь медикам. Люди приносят в больницу воду, еду и товары первой необходимости. Еще один случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в нашей стране. Таков итог проверки еще 46 тестов на COVID-19. Об этом сегодня заявила министра здравоохранения. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Молдове выросло до 30 человек. Еще 40 сейчас под подозрением. Сегодня, в Агентстве общественного здоровья были обработаны результаты 46 тестов. Из всех этих случаев подтвержден лишь один. Речь о привезенном случае заражения COVID-19 из Италии. На данный момент, согласно общей статистике, у нас на территории Республики Молдова 30 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Субтитры предоставлены результаты, которые, сперем, очень курят, будут экстернат, как результаты для нас на территории Республики Молдова. Что 60-летняя пациентка, у которой подтвердили коронавирус с 8 марта, прошла необходимое лечение в больнице имени Томы Чорбы, сдала два дополнительных теста и сегодня ее выписали. Еще два пациента находятся в очереди на выписку. Врачи отмечают позитивную динамику лечения. В то же время, один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи отмечают ухудшение состояния здоровья женщины. Она находится на искусственной вентиляции легких. Состояние остальных от удовлетворительного до среднего. В связи с эпидемией коронавируса в Молдове объявлено чрезвычайное положение на 60 дней. Решение было принято на экстренном заседании парламента. Накануне с инициативой на заседание правительства выступил министр юстиции Фадий Нагачевский. Оппозиция раскритиковала предложение кабинета министров. По мнению некоторых народных избранников, проект не обозначил конкретные меры, которые могут быть приняты во время эпидемии. Тем не менее, из-за эпидемиологической ситуации впервые за всю историю независимой Молдовы власти ввели чрезвычайное положение. Режим будет действовать до 15 мая. Предлагаем объявить чрезвычайное положение на всей территории Молдовы на 60 дней. Полномочия переходят комиссии по чрезвычайным ситуациям. Господин премьер-министр, я пришел к выводу, что вы использовали 10 минут на эмоциональное обращение, но лишенное всякого содержания. Вы нам не назвали, какие конкретные действия вы предприняли, чтобы предотвратить пандемию в Молдове. Оппозиция считает, что решение правительства последовало слишком поздно, а власти при этом потеряли целую неделю. У меня вопрос к этому чрезвычайному положению. Нужно было его объявить еще неделю назад. Это так выражает беспокойство красно-синее правление. Почему в Болчанах, когда было известно об одном случае, 300 человек пошли на избирательный участок? Тогда вы не боялись пандемии? Вы в качестве государственного института не перенесли эти выборы. И это понятно, что было все сделано ради рокировок в правительстве. Теперь важно не проявлять цинизма. А мне кажется циничным, когда ждешь результата, а потом выходишь красивый и в белом. Оппозиция предлагала ввести режим ЧП всего на один месяц. Европейская комиссия ввела запрет на передвижение внутри безвизовой шенгенской зоны на 30 дней. Вчера на заседании правительства министр юстиции обозначил срок 30 дней. На сайте правительства был обозначен результат голосования на правительстве 30 дней. В ночь появляются 60 дней. Хотелось бы понять, кто, на каком основании, из каких соображений. 60 дней, потому что в Европе, к сожалению, нехорошие прогнозы. Как так получилось, что в воскресенье не было чрезвычайного положения, возможно, по указанию Игоря Дадона. А сегодня все настолько ухудшилось, что вы ввели такие меры на 60 дней. Депутаты также считают, что инициатива не содержит конкретных мер. Мы ждали от вас решений, а не копировать положение закона. Мы предполагали, что этот проект предложит Министерство экономики с прописанными дальнейшими действиями. Проект не что иное, как копия статьи из закона. Вот для сравнения указ господина Йоханнеса. Там прописано 65 мер. Сегодня же народные избранники одобрили поправки в закон о чрезвычайном положении, наделив законодательный орган правом принимать и вносить изменения в органические законы на весь этот период. Однако в ближайшие 60 дней парламент не сможет проводить выборы, референдумы, а также вносить поправки в Конституцию. Согласно документу, во время ЧП в стране может быть введен особый режим передвижения. Власти могут объявить карантин или проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ввести запрет на проведение собраний, манифестаций и массовых мероприятий. По необходимости ввести нормированное потребление продуктов питания и других предметов первой необходимости. В Ханчештах под карантином остаются два населенных пункта. Это села Булчана и София, где до сих пор выявлены шесть инфицированных коронавирусом COVID-19. У въезда в карантинную зону был установлен полицейский блокпост. Без серьезных оснований никого не впускают и не выпускают за пределы территории. Тем временем в инфекционной больнице имени Тома Чорба находится заразившийся медработник, который осматривал жителей Булчан. Власти устанавливают точное количество человек, с которыми контактировал инфицированный медбрат. Еще накануне в селах Булчана и София Ханчештского района был объявлен карантин. Решение было принято на заседании Чрезвычайной комиссии общественного здоровья после того, как в двух населенных пунктах выявили шесть случаев COVID-19. В интервью нашему телеканалу примар села София рассказал, что на въезде и выезде теперь дежурят полицейские. Никого не выпускают из карантинной зоны без видимых на то причин. Сейчас в инфекционной больнице Тома Чорбы находится заразившийся медик и вся его семья, в том числе двое детей. Мужчина консультировал пациентов из Булчан, но жил в соседней Софии. Он там заразился, затем дома от него заразилась вся семья. Все сейчас в больнице. Никого не проверяли из тех, с кем он контактировал. Как мне кажется, нужно всех изолировать, но до сих пор никто не обращался с симптомами. Как говорит одна из медсестер села София, на данный момент ни у кого из местных жителей наличие инфекции не подтвердилось. Все же угроза не миновала, ведь дети тоже контактировали с другими несовершеннолетними и взрослыми. Его дети ходят в школу в Лапушне. В ночь на воскресенье 15 марта вызвали скорую, их всех доставили в больницу. У родителей и дочери диагноз подтвердили в тот же день, а у мужчины накануне. Стоит беспокоиться? Конечно, его дети посещают школу в Лапушне. Более того, прежде чем попасть в больницу, медбрат консультировал воспитанников детского сада в Софии. 10 марта его вызвали в детский сад. Было много детей с ОРЗ. Они решили закрыть детский сад. Он лично осматривал детей. Всех детей. Еще 9 человек в Софии, которые недавно вернулись в Молдову и за рубежа, находятся дома. За их состоянием следят врачи. Кто дома, другие выходят выпить по стаканчику вина. А полиция в таких случаях останавливает? Да. У вас есть экипаж полиции? Даже два. А в Болчанах, по словам Примара, ситуация может обостриться. У нас 6 человек. Население 1800. Это уже много. 6 подтвержденных? Да. Женщина, прибывшая из Италии, заразила сестру. Кто еще? Медработник и вся его семья. Его коллега и ее супруг. Еще и соседка. Местные жители предлагают инициировать благотворительную акцию в поддержку граждан, которые вынуждены оставаться дома на карантине. Социальную дистанцию начинают соблюдать. Все чаще в столице можно увидеть людей, которые стараются находиться как минимум в метре-полтора друг от друга. Такую ситуацию лицезрела и наша съемочная группа у магазинов, аптек или банковских филиалов. Кишиневцы признаются, готовы делать все, что сказано, лишь бы обезопасить себя от инфекции. Но не все верят, что так можно избежать заражения и негодуют на введенные ограничения. Многие торговцы отказались от работы. Например, цветочники сетуют, что у их ларьков теперь ветер свищет, а поэтому пришлось все закрыть. Дистанция, мытье рук, экипировка. Другие не верят столь рьяно, что дистанция может уберечь от заражения. Не особо соблюдается в магазине социальная дистанция. А что им поделать? Не особо соблюдается дистанция. Ну что, не знаете, какой народ? Вы не боитесь подхладить этот вирус? Нет, выпиваю вечером два стакана вина и все проходит. Впрочем, алкоголь от коронавируса не спасет, предупреждают медики. Между тем, сотрудники кадастровых служб решили, что будет безопаснее оказывать услуги по телефону. Мы приняли абсолютно все необходимые и возможные меры ограничения. Ни один посетитель не приходит сюда. Все консультации проводятся только по телефону в офисе. Мы сделали все, чтобы обезопасить людей. Ограничения, введенные из-за нового коронавируса, затронули и цветочников. Многим ничего не оставалось, как просто закрыть под ключ свои ларьки и отправиться по домам. Цветочные ларьки по улице Банулеску-Бадони закрыты сквозь стекла. Видны цветы, но которые увядают с каждым днем. Та же ситуация и на Кале-Бессарабии. Совсем недавно здесь было кучу народу, но сегодня пусто. Впрочем, некоторые решили оказывать услуги онлайн и доставлять цветы на дом. Согласно распоряжению властей, в стране открыты лишь продовольственные магазины, автозаправки и аптеки. Пока врачи находятся на передовой в битве с коронавирусом, сотни рядовых граждан объединились в социальных сетях, чтобы поддержать молдавских медиков. Сегодня сразу в кишневских больницах врачи угостили горячим обедом. А волонтеры передали нескольким медучреждениям предметы гигиены и товары необходимости. Как говорят сами медики, когда пациентов с подозрением на коронавирус стало больше, нет времени даже пообедать. А в трудную минуту жесты доброй воли придают сил и закаляют дух. Евгения и Юлиана этим утром отправились в Институт скорой медицинской помощи. Не с пустыми руками. Молодые девушки не смогли сидеть без дела, пока молдавские врачи и эпидемиологи борются с новым коронавирусом. Молодые волонтеры принесли медикам воду, предметы гигиены и другие средства первой необходимости. Юлиана призвала пользователей соцсетей помочь врачам. Утром в магазин, потом в больницу. Наша акция проявить солидарность перед наследниками Гиппократа. Мы рядом с ними. Они измотаны и морально и физически. Это сумасшедший ритм. Василий Шавгур заведует отделением Института скорой медицинской помощи. После объявления красного уровня угрозы COVID-19, работы у людей в белых халатах в два раза больше. А все потому, что в последние дни значительно прибавилось пациентов с подозрением на уханьский коронавирус. Впервые столь экстремальная ситуация. Как вы выдерживаете? С Божьей помощью. Редко видимся с семьями. Именно сейчас, когда врачи находятся на передовой в битве с опасной инфекцией, поддержка рядовых граждан важна как никогда. Спасибо вам от всего медперсонала Института скорой медицинской помощи. В чем вы нуждаетесь? Все нужно, даже вода. Иногда у врача нет времени пообедать. Это огромная нагрузка. А медперсонал инфекционной больницы имени Тома Чорба сегодня угостили бесплатным обедом. Предпринимательница Ольга Цапардей надеется, что ее пример вдохновит и других людей дарит добро. У нас сегодня 83 комплексных обедов. 15 из них постные. Здесь суп из чечевицы, куриная грудка и картофельное пюре с брокколи. Как говорит врач-инфекционист Диана Влад, такие жесты доброй воли придают сил и бодрости духа. Мы благодарны людям за поддержку. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией. Один из ресторанов быстрого питания угостил обедом и патрульных инспекторов, которые в эти дни следят за общественным порядком у приемного покоя инфекционной больницы. Нам доставили кебабы. Это очень приятный жест. Спасибо. Доставляем еду каждой смене полицейских. И как они отреагировали? Обрадовались. Мы должны объединить усилия в трудную минуту. После того, как власти ввели красный уровень опасности в связи с распространением коронавируса, сотни людей объединились ради одной цели – поддержать врачей в столь нелегкое время. Сегодня и в других больницах волонтеры передали медикам предметы первой необходимости и теплые обеды. А некоторые службы такси в Кишиневе предоставили врачам бесплатные поездки на работу. Тем временем правительство открыло банковский счет для тех, кто хочет пожертвовать средства для борьбы с эпидемией коронавируса. Из-за коронавируса многие страны частично или полностью закрыли свои границы для иностранцев. Однако попытки въехать в страну все еще есть. Так, два автобуса с гражданами Молдовы, которые отправились из России, не могут въехать в страну. Люди застряли на границе с Украиной, где действует строгий запрет, и иностранцам здесь проезжать временно нельзя. И на границе со Словенией стоят несколько фур, которым также запрещен проезд по территории. В молдавском медиа между тем заверили, что делают все возможное, чтобы вернуть сограждан на родину, но все же рекомендуют всем отказаться от поездок. В автобусах, застрявших в Украине, есть пожилые и дети, признались нам пассажиры. Люди посетовали, что провизия у них закончилась, и попросили власти помочь добраться им в страну. Там вообще ситуация очень сложная. Люди сидят с вчерашнего дня. Два автобуса и много микроавтобусов. Нету это, сейчас вода заканчивается. Не дают, хоть бы привезли уже, просили, чтобы как-то принести. Люди, которые там носили кушать, сказали, что там уже в магазинах ничего нет. Мы позвонили в офис транспортной компании, который принадлежит автобус, чтобы узнать больше информации, но нам никто не ответил. В Министерстве иностранных дел нас заверили, что решают вопрос с украинскими властями. В другом случае полиция сопроводила автобус с молдаванами на борту до границы с Молдовой. Люди ехали из России. В то же время, несколько фур с молдавскими регистрационными номерами с пятницы заблокированы на границе Италии со Словенией. На видео, появившемся в интернете, молдаванин просит власти нашей страны разрешить ситуацию как можно скорее. Все фуры, которые здесь стоят из Молдовы, просим нашей власти вызволить нас отсюда. Мы граждане нашей страны, мы все в отчаянии. Стоим здесь кто с утра пятницы, кто с вечера четверга. У нас нет денег, нет еды. Мы ждем ответа. Автор видео утверждает, что переговоры с представителями правоохранительных органов Италии и Словении ни к чему не привели. В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, в свою очередь, отметили, что о ситуации были уведомлены в воскресенье и обратились с необходимыми запросами к властям государств, где застряли наши сограждане. В то же время, ведомство призвало молдаван отказаться от поездок, чтобы не попасть в подобную ситуацию в связи с закрытием границ на фоне пандемии COVID-19 в мире. Ситуация с пандемией COVID-19 может принять катастрофические масштабы, если немедленно не ввести меры всеобщей изоляции. Об этом накануне заявили во французском Минздраве. На фоне нынешних реалий французские власти решили ввести ограничения на передвижение людей на территории всей страны. За несоблюдение распоряжения последуют серьезные наказания, обещал президент Франции. Страны Евросоюза стали главным очагом распространения пандемии. Самая тяжелая ситуация сейчас в Италии. Накануне было принято решение о закрытии внешних границ Евросоюза, как и внешних границ зоны действия Шенгенского соглашения. Несмотря на объявленные ограничительные меры во Франции, жители этой страны, пользуясь хорошей погодой, накануне отправились на пикники в сады и парки. Теперь власти решили пойти на более жесткие меры и ввели ограничения на передвижение людей на территории всей страны. Запрещены семейные и дружеские встречи. Нарушителям грозят санкции. Это усилие, о котором я прошу вас. Я знаю, что оно беспрецедентное, но обстоятельства обязывают нас. Мы на войне. Войне за здоровье. Мы боремся не против армии или нашей нации, но враг здесь, невидимый, и он прогрессирует. И это потребует нашей мобилизации. Мы на войне. Все действия правительства и парламента должны быть направлены на борьбу с эпидемией. Французам настоятельно рекомендовали выходить из дома только в случае крайней необходимости поход за продуктами в аптеку или на работу при невозможности перейти на удаленную. При этом занятия спортом разрешаются при условии отсутствия контакта с другими людьми. Также Макрон объявил о переносе второго тура муниципальных выборов, назначенных на 22 марта, и о приостановке реализации всех реформ, а также подтвердил закрытие внешних границ Шенгенской зоны на 30 дней. Ранее во Франции были закрыты все учебные заведения, а также коммерция, рестораны, бары, кинотеатры и другие культурные заведения. Строгие меры вызвали панику среди населения. В продовольственные магазины выстроились длинные очереди. Впрочем, помимо ограничений, власти обещают и послабление для населения. Не начислять счета за электричество, воду и газ, а также арендную плату для некоторых предприятий. Отсрочить налоговые и социальные платежи, а также поддержать или перенести банковские гарантии на все займы. На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, помимо материкового Китая, находится Италия. Премьер-министр Джузеппе Конто объявил о беспрецедентных экономических шагах по защите населения от последствий эпидемии. Мы были первыми, кто вложил до 25 миллиардов евро в поддержку итальянской экономики, компаний и простых граждан. Никто не должен чувствовать себя покинутым. С самого начала нашей целью было показать – государство здесь, оно рядом. Всего правительство Италии выделит на борьбу с коронавирусом 350 миллиардов евро. Приоритетным направлением станет обеспечение работы системы здравоохранения и Департамента гражданской обороны. Средства также выделят на оплачиваемые отпуска родителям по уходу за детьми, приостановят выплаты по кредитам и налогам. После Италии по уровню заражения следуют Иран, Испания и Южная Корея. Также случаи заболевания, помимо Франции, зафиксированы в Германии, США, Швейцарии, Японии, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Бельгии и Австрии. Менее 1000 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 141 стране и районе мира. В материковом же Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Выявлен 21 новый заболевший из них, 20 – люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Наблюдатели обратили внимание, что не считая импортированных случаев заражения в стране, зафиксирован только один новый случай заболевания, который пришелся на эпицентр инфекции – провинцию Хубей. В Соединенных Штатах Америки начались испытания экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции. Ее будут водить 45 волонтерам по две дозы каждому с интервалом в месяц в рамках испытаний. Впереди еще серия исследований и испытаний, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины. Но даже при лучшем раскладе широкого использования вакцины стоит ждать не раньше, чем через год или даже два. Одна из добровольцев – жительница американского штата Сиэтл, где зарегистрировано более 840 случаев заражения COVID-19. Дженнифер Халлер стала первой, кому ввели вакцину. Женщине 43 года, и она мать двоих детей. Признается, что пользуется поддержкой близких ей людей. Сейчас все чувствуют себя безнадежными, и я понимаю, что могу помочь. Я счастлива принимать участие в эксперименте. Надеюсь, мы найдем вакцину как можно скорее и спасем жизни. Дженнифер ежедневно проверяет свою температуру и записывает ее в записную книжку. У нее также есть побочные эффекты, которые она чувствует. Невозможно заразиться новым коронавирусом от вакцины. Она не изготовлена из вируса, то есть в вакцине нет инфекции. Она включает в себя генетический код, который собирает клетки в организме, чтобы сформировать белок, который есть у вируса, что будет способствовать созданию иммунитета против этого белка. Доброволец Дженнифер Халлер должна получить вторую дозу вакцины в течение четырех недель. Затем ее состояние здоровья будет контролироваться врачами в течение 14 месяцев, чтобы ученые могли обеспечить эффективность вакцины и что она не вызывает тревожных побочных эффектов. Если вакцина будет доказана как эффективно, эксперты утверждают, что к 2022 году препарат может быть доступен каждому. Вакцина была разработана Национальным институтом здоровья США и одной из компаний по разработке биотехнологий. Таким был этот день. Мне осталось напомнить вам, что в связи с опасностью распространения коронавируса в стране не пренебрегайте личной гигиеной, сохраняйте социальную дистанцию, а при первых же признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью. И самое главное, оставайтесь дома. Помните, от вас зависит ваше здоровье и здоровье окружающих. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин